Десятки водопроводчиков Красноярска сегодня не вышли на работу. Вместо этого они отмечали День воды. Как прошел праздник и почему прогулявшие коммунальщики вместо выговора получили награды, узнавал Станислав Карпович. Вот так задорно и весело свой рабочий день сегодня проводят десятки коммунальщиков. Здесь и сотрудники отдела сбыта, и теплоснабжения, а главное практически все водопроводчики Краевого центра. Краском в рамках празднования десятилетия компании и столетия водопровода отмечает День воды. Кожа традиционного проходит в начале сентября в виде спартакеады. Как работаешь, так отдыхаешь. Это люди с открытой душой, с настоящим сибирским характером. Ну и согласитесь, две даты юбилейные. Десять лет компании Краском, сто лет первому водопроводу обязывает тому, чтобы достойно провести время. Сам Господь Бог нас сегодня слышит. Установилась великолепная погода после дождя. Четыре команды, состоящие из разных отделов компании, соревнуются между собой в забеге на стометровку, волейболе, футболе и еще десятки спортивных дисциплин. При этом у всех участников спартакеада цель одна – победить водопроводчиков. Из года в год на протяжении вот уже десяти лет они удерживают пальму первенства. Им грех в этот день проиграть другим службам. Службам теплоснабжения, электроснабжения или автотранспорта. Поэтому они стараются именно в этот день не подвести себя. С не меньшей отдачей труженики водопроводного дела относятся и к своей работе. Об этом говорят многочисленные золотые и серебряные медали, которые компания Краском получила в конкурсах за качество поставляемой горожанам воды. А сегодня копилку компании пополнили почетные грамоты от администрации края и города, которыми наградили лучших сотрудников. Спасибо вам и от администрации города, и от всех жителей города Косоярска. Убежден, что и в текущем году мы также спокойно и достойно с вашей помощью будем жить в своих квартирах и получать все необходимые услуги. К слову, этот праздник у работников Краскома не последний. До конца года их пройдет еще как минимум три, и один из них устроят для детей. Станислав Карпович, Александр Шевелев, 7 канал, Новости 24.